Это история о том, как один мужчина разговаривает сам с собой. Аня успела за это время сделать уже все дела, а он все говорит и говорит, говорит и говорит. Прошло уже два часа, а он говорит безостановку. Это не радио, это живой человек. Это потому, говорит, заблокировали и положено, и вообще не выходили, не общались с ними. И более-менее меня так удивило, говорит, что ты так переживаешь, что ты так начинаешь, и ты уже скоро на пенсии уйдешь с твоим проектом, говорит. Ну да, да, сейчас мы посмотрим. Ну, в принципе, да. Ну да, окончательно. Анка! Да, да, да. А! А! Анка! А! Анка! А! Нифига себе, да чего ты болтался, чувак. Конечно, да, да. Будем вместе одним делом заниматься. Не употребляйте наркотики. Еще до 15 лет он и предложил тренировать детей. И уже приедет делать их. Реально. Но как-то здесь не получалось. Не, я в 3 чинаек. С мамой. С мамой. С мамой. С мамой. С мамой. Куда. Пойдем портовый день. Ну. Спасибо. То есть. Будем жить в Москве и здесь. Захотим. Катальше будем туда. Там поведем. Я все серьезно играю. Ах. Ну подумаю. Я даже как бы готов, знаешь, там что пойдет. Мы являли знаем. Мы такую свадьбу, свадьбу отыграем, блин, громкую, блин, что-то. Все там, блин, как типа открываются, все пошли. Ань, давай теперь фотографами спарим. А я серьезно, это не пиар, нахер не пиар, не может. На самом деле я бы этого хотел очень. Слушай, ну ты прям у меня задача на свадьбе. Я бы серьезно говорил, Анна, я не просто так говорю, что я тебя люблю, на самом деле я тебя люблю. И как я мог, ты заметил, что я даже тебя пальцем не дотрогнул. Это у меня была возможность. Помните, ты приехала ко мне одна? Я мог, спокойно, я этого не сделал. Я не позволил себе это. По одной причине, потому что реально я эти люди. И это уже давно, потому что вот эти все ссоры, то, что я там фиксал, все. Испомнять все, чуть не было, я бы, как бы все равно попрощал. Это человек, который люди, по-моему, от себя иногда не делал. Сегодня хотя бы надо стоять. И вот эти все обиды, это по-разному. Это человек, который мне поставил. Это человек, который я был в воде. Там упадем. Анкотина реально делала, 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 делала. Не такой, что у нас большой, большой раз. Да, который меня сама не заложил. Зато нам нужно как лично, я буду работать в департаментах. Анкотина, я другой правил. Слушай, ну я тебе говорю, но ты меня прям реально оставляешь. Задача, возврата. Ну я, ну, сколько можно снять. Я хотел, хотел сказать, как подойти. Ты же хотел рассказать, это две большие разницы. Я не шучу. Я не шучу, реально. Жали за меня замуж. Вот все. Будет и тебя не Америка, и будет и тебя и Россия. Мальчик. Еще раз, течу, по сути, на мимо-направо, она тебе помогает. Представляешь, хотя бы с него. Теча, это моя мама, что-то, бежитая? Да нет, ну, конечно. А у тебя мамка классная, ты че? Честно. Я же... Там все снимаются, красные. Да, она приехала. Девочка такая, это вообще. Меня помечтать можно. Тем более, что если мы вдвоем сюда возьмемся, я еще привыкну там пару людей в Москве, так вот все очень хорошо. Там, виние, все. Мы сейчас берем отреку Саши Кролева. Саш, как тебе дела? Как собираешь обучать нового года? Моги мне покажите. Звоню мне покажите, я не все оставлю. Саша Кролева, это мой самый лучший фотограф. Все куда сессии проходят обучить. Не, ну слушай, на самом деле, мне кажется, мне нужна самая цель. Ну, по-моему, конечно. Если она прилетит когда-нибудь из Дубая, вообще, не знаю. Хорошо. Хорошо. Не, я это... Есть только как пиар-повод можно замутить, на самом деле. А так потом... Я никак... Не, ну просто есть как пиар-повод, то можно. А если как вот реальную свадьбу, то... Ну, я хочу реально. Реально? Конечно, хочу реально. А я же нереальная женщина, понимаешь? Мне нужна нереальная женщина. А я нереальный мужчина. Не, реально. То есть у нас будет умная свадьба. Нет, главное, 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 что ты не меняла. Остальное, сделай, что хочешь. Я буду тебе помогать очень сильно. Понимаешь? Я всегда буду ездить с тобой на гастроли, потому что... Слушай, у меня тут очередь уже на гастроли. Я, конечно, не знаю. А, в неделю проходит кастин на гастроли со мной в России. У меня, значит, все будет гастроли. Так что, приходите, пожалуйста. Вот, фреш, в чатер. Ну, на самом деле, я тебе говорю, мне надо с мамой пообщаться на эту тему. Точнее, мне кажется, даже тебе надо пообщаться. У меня же мама как с мамой пообщаешься, так потом и жизнь наладится. Ну, понятно. Ну, в принципе, пообщаемся, пообщаемся и скажи, вот так мне Вальфу заявил. И все расстраиваю. И хочет, чтобы я поговорить и попросить руку с твоей матерью. Стоит. Ну, на самом деле, ты мне сейчас, в принципе, денег должен еще. Ну, я тебе и денег дам, я тебе и все дам. Фу, блин. Ну, почему ты тут это? Я тебе, конечно, все раздал. Че? Не, ну, деньги это основное. Мне тут на днях подарили телефон, понимаешь? 4G, который я хотела купить у вас в Америке. Мне его просто так взяли и подарили за то, что я хорошо выступила. Вот как ты думаешь, за кого я выйду замуж, вот если так порассуждать? Послушайте меня. Я немножко другого плана человека, понимаешь? То есть, я не делаю 1,5,5 часа и только получше человека. То есть, не будет ситуации смотреть и подумать. Я не нажимаю, я ничего, я ничего с вышли, не говорю, не давать завтра. Я пока сегодня увидел реалик, потому что я каждый 4 года фреш. Вы можете видеть моего самого лучшего фактора в проекте «Сахарная Клодка». Я до того, как начало. Давай начнем как-то вот такие-то машины, знаешь как? Я забываюсь вам показать свои очень прекрасные видео. На самом деле, я такая. Давай попробуем. Да, давай. Давай попробуем. Хорошо? Правда, честно. Не, я всегда люблю что-то попробую, прикольно. Ну, давай попробуем как одно первое. Вот как муж и жена без ростики. В работе, в иду, все это. А там время покажет. Все хорошо. Я думаю, нам и сытяки каких-нибудь будет. Давай. Не знаю, с собой хотел. А я как он нам это записал? Ну да. Вот это будет. А? Мне и мамы не дописали. Ладно, ты хорошо. Слушай, значит смотри. Я, значит, посмотрю там по билетам как, да? Значит, скорее всего я прилечу и уже мы обратно вместе приедем. Я посмотрю как по числам будет. И чтобы тебе тоже не ущерб. Хорошо? Ну да, конечно да. Договорились? Да. Не, обратно конечно вместе полетим. Потом опять обратно. И все время будем обратно. Да, 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 да. Да, конечно. Значит, все, я тебя крепко целую, не маю. Не, мы обратно тоже вместе полетим, да? Я тебя заберу и саду, конечно. А потом обратно? А? А потом обратно еще в Москву. Ну в Москву ладно, хорошо, я прилечу. Хотя у нас все нормально. Мы с тобой вместе как одно целое. И все остальное я надеюсь, что будет где-то там жить. Правильно, в Москве? Там первое время. Это не проблема будет, правильно? Потому что люди уже конкретно просто передают вам пироги и не смотрят. И едут с тобой. Понимаешь, на что еду? На какой риск идут, на все остальное. А там дальше время покажет. Если все будет хорошо, мы всегда сможем быть. И мы с тобой оставим, чтобы здесь, в Америке. Ты поняла? Да, да, конечно, я все поняла, да. Вот и все. Анеля, все будет хорошо, я клянусь, что я тебя люблю и правда люблю. Очень сильно. А за что ты меня так любишь вообще? Я же ничего хорошо тебе люблю. Я не знаю, вот. Ты знаешь, ты зажгла. Как тебе объяснить? Ты меня зажгла, Анна. Ты меня зажгла. Ты знаешь, когда женщина зажигает мужчину. Знаешь, ты такой.